Здравствуйте, с вами Дина Блэк Принц. Сегодня я вам расскажу, как купить дешево дом в Англии. И дорого. В принципе, все дома покупаются по одной и той же схеме. Все, наверное, думают, ой, там Англия, невозможно купить, там же миллиардеры покупают, олигархи. Да, Лондон очень дорогой. Лондон на третьем месте в мире по недвижимости. И недвижимые дома там очень дорогие. Скажем, самый дорогой, вот я смотрела, был 54 миллиона фунтов. Даже не долларов, фунтов, это где-то 70 миллионов долларов. А уже в Англии, в Шотландии, например, можно замок купить за 600-700 тысяч фунтов. Где-то за миллион долларов. Можно замок, настоящий замок купить. Красивый, с землей, естественно. Там не только же замок, там еще земля. А вот обычный дом в Англии, самый дешевый. Ну, конечно, есть там по фунту в Ливерпуле, еще где-то там. Но там, как бы, такие дома, где никто не хочет жить, районы. А вот нормальные такие деревушки, где можно нормально пожить, и где цена достаточно дешевая. Это на северо-востоке Англии. Это самая дешевая недвижимость в Соединенном Королевстве. Не только в Англии, а в Соединенном Королевстве. Почему там самая дешевая недвижимость? Скорее всего, когда были шахтеры, и вот эти закрылись шахты, и очень много людей осталось безработными. Поэтому, как бы, вот графство, оно по сравнению, вот я как жила в Яркшире, то там, например, побогаче. Побогаче люди, побогаче дома, как бы, до работы. Работа получше, люди получают достаточно много денег. Здесь, в принципе, работа в больших городах, это Лиция и Нюкасл. Мы находимся между Лициями и Нюкаслами. В Дёраме есть этот город, но всё равно город, он такой большой, но не такой большой, как Нюкасл-Лидс. Поэтому работы здесь, конечно, поменьше, и в связи с этим недвижимость дешевле. Но всё равно работу можно найти, есть супермаркеты, есть другие организации. Ну, конечно, сейчас, как мы знаем, безработица в Англии очень-очень-очень большими темпами растёт, как и везде в мире. К сожалению, весь мир, можно так сказать, обнищал. Но вот я вам покажу деревню Кокфилд. Там можно дом купить за 50 тысяч долларов или за 35 тысяч фунтов. И, возможно, даже цены упадут весной. Но я не думаю, что они сильно упадут там, где вот в дешёвых местах, потому что уже, как говорится, некуда падать. Куда уже падать? А вот в Лиции, например, дома упадут где-то на процентов 25. Могут упасть. А может, в прошлый раз, когда был 2008-й кризис, дома упали, где там 25% в лице. Ну, естественно, по всей стране в зависимости. А вот ещё же зависят много факторов, не только что кризис. И даже вот в Нос-Исте есть очень дорогие деревни. Есть пару деревень, которые, ну, вообще очень дорогие. Ну, как правило, дома, я сказала, можно купить при желании. Даже неплохой садом. И вот, как я буду показывать им деревню Кокфилд, даже общая земля есть. Это очень-очень редко в Англии. Это очень огромное преимущество, где вы можете держать и курочек, там, и овец, и лошадей. Да, что ты грызёшь? Любишь играться? Так, чтобы купить дом в Англии, вам нужны деньги. Если у вас нет денег, то банк может дать вам кредит, а может и нет, в зависимости от вашей кредитной истории и от ваших финансов. Если банк согласен дать вам кредит, вам даётся условное письмо, условный кредит, условный могич, conditional offer. С этим письмом вы идёте выбирать дома. И когда звоните, если вы на Rightmove, то есть в Англии единственный сайт, где вся недвижимость, Rightmove. Есть также зупла, и там дома подешевле можно найти. Некоторые дома, которые есть на зупла, их нету на Rightmove. Потому что Rightmove, наверное, берёт больше процент за рекламу. Ну, в основном идёте на Rightmove или зупла, ищите дом, какой местности вы хотите. Там сайт очень легко, можно выбирать самые дорогие дома, самые дешёвые, которые только недавно выступили на продаже. Там есть как бы выбор, можно выбирать. Вы выбрали дом. И, как правило, хорошие дома, дешёвые дома, хорошие дома, они быстро уходят. То есть скорость тоже очень важна. Итак, вы выбрали дом. Звоните агентству, просите, чтобы вы посмотрели дом. Когда вы посмотрели дом, то вы делаете предложение, если он вам понравился. Агент estate agency, агентство, спрашивает их клиента, готов ли он купить за то предложение, которое вы предлагаете. То есть цена такая там стоит. Но вы, например, если у вас не надо вам кредит в банке брать, то вы можете немножко скинуть. Но всё-таки зависит всё от продавца. Если он, как он, сколько дом на продаже стоит, он может год уже стоит на продаже или полгода. Тогда, естественно, если он долгое время стоит уже на продаже, полгода, месяца 3-4, даже уже можно немножко попросить цену скинуть. Но опять-таки всё от продавца зависит. Продавец взял, согласился на вашу стоимость, на ваше предложение. Вы нанимаете юриста. Агентство шлёт вашему юристу и юристу продавца письма. Что с домом такой-то, кто покупатель, кто продавец, за сколько продаётся. И затем юрист, это, как правило, 2-3 месяца. Ну, если землю покупаете, это может быть от месяца. Если там лес покупаете, может там и месяц занять. Там быстрее всё идёт. Но с домом там потруднее, потому что... Особенно если вы берёте кредит, то банк там будет немножко... Пока вы получите этот кредит, потом пока банк пошлёт оценщика, чтобы оценил этот дом. То есть цена продавца такая-то, но, как правило, например, в Лондоне, если несколько человек бьёт бидинг, как бы, во, если несколько человек хотят этот дом, и каждый там пишет в конверте закрытом, пишет, сколько он даёт, то иногда цена может быть, например, скажем так, на 5-10 тысяч выше. И если банк не даст вам этот кредит, то вы должны будете эти деньги сами долаживать. В Англии вот есть недостаток. В Шотландии такого нету. В Англии есть газумпинг. Если вы наняли юриста, и уже вы ему заплатите, потому что юрист уже проводит работу. И вдруг кто-то... Кто-то просит, чтобы дом этот, он перекупает вас. Он даёт более там на несколько, на тысячу там, или не знаю, насколько на две тысячи, естественно. И продавец, естественно, выбирает того покупателя. И вы, то есть получается, что вы уже где-то по 500 фунтов или тысяч, юрист уже должен заплатить, даже если там он не всё сделал, зато 500, по-любому абортивная фи, аборт фи. Вот такое у них слово. Аборт. Прерывание, как бы, сделки. И потом... Поэтому лучше всего, когда вы покупаете дом, то вы просите продавца ставить условия, чтобы дом снялся с right move'а, чтобы его другие покупатели не видели. Потому что, как я вам уже сказала, но всё зависит, он может и отказаться, продавец. Ну и так, если юрист проверяет, он делает местные осёчи, там смотрит, чтобы дом не был построен под шахтой. Может, там шахта под домом, или там какая-нибудь мусорница раньше была, и там дом проваливается. То есть смотрит, проводит дом, может быть, там наводнения в этом доме были. То есть смотрят, потому что в некоторых, вот Хабденбридж у нас ещё где-то, очень много наводнений в определённых там городах. И то есть нужно смотреть. Потом страховки не хотят страховку давать. Ну и юрист проверяет. Если там документы на землю, то есть юрист нужен обязательно. Потому что в Англии это настолько всё трудно. Вот эти вот дома, они как бы тысячелетия, там тысячелетия. И иногда папка на дом может быть вот такого размера. Там всякие, не знаю, каждый покупатель покупает, там какие-то дополнения, там какие-то, ой. Короче, юрист надо. Без юриста вы не справитесь. Юрист, ну и без юриста вам и не продадут его, как правило. Ну, может, но если только, наверное, не знаю. Я такого не слышу. Юрист проверяет дом на землю. На саму постройку дома. И нет ли там незаконного, там как бы добавления к дому пристройки. Когда юрист сказал, что пишет вам там репорт, доклад, что всё хорошо, там нормальная, там маркетабл тайтл, ну то есть сможете его продать в будущем, там никаких проблем. и пишет вам там, где недостатки, где достоинства, описывает, и вы смотрите этот доклад, если вам понравилось всё, если вас всё устраивает, если есть вопросы, пишите, спрашивайте юриста. Если нет вопросов, то всё, назначаете день, когда exchange contract, когда контракты, контракты обмениваются между покупателем и продавцом, ну это так называется, и completion date, то есть уже когда вы переезжаете, получаете ключи, ну и договаривайтесь, как ключи получите. Всё нормально, вы договариваетесь в какой-то день, exchange date и completion, чтобы желательно, чтобы они были в один день, потому что там всяких заморочек, там проценты, там если не, ой, заплатить нужно, ну это короче не важно, юрист это всё вам расскажет. Но всё, вы договорились в тот, когда вы договорились, когда вы обмениваете контрактами, вы перечисляете деньги на счёт юриста, на счёт компании юридической вашей, и они перечисляют юристу с другой стороны, и юрист с другой стороны перечисляет продавцу. Как только деньги продавец получил, то он отдаёт вам ключ, или агентство там по недвижимости передаёт вам ключ, то есть вы получаете ключ, ключ и всё. Вы уже, как говорится, владелец, но юрист после этого отправляет документы, как в БТИ, в ланд-регистри, где вас регистрируют. И сейчас, так как был большой очень наплыв с локдауном, нельзя было покупать первый локдаун недвижимость, то сейчас, когда начали все делать, то очередь была большая, очень была на регистрацию именно в ланд-регистри, в БТИ, и очень медленно это всё было. Но сейчас вроде бы как всё это уже прошло сколько месяцев, поэтому немножко устаканилось. Но ещё вы будете там месяц, приблизительно месяц ждать, что документы от БТИ, и когда уже вы получите письмо с ланд-регистри, что вы уже, ваше имя на этом тайтле, на этом тайтле, в ДИЦах, как это, паспорт, а у них ДИЦ называется. И, кстати, когда вы закончите сделку, то, если вы хотите хранить вот эти ДИЦы, оригинальные, всё же в компьютере сейчас, на ланд-регисте, всё компьютерное, но если вы хотите именно оригинальные вот эти ДИЦы, то вы можете их хранить у юриста, как правило, бесплатно, или можете хранить дома. И раньше был такой закон, те, кто владеет ДИЦами дома, там им какая-то стоимость даётся 25% или сколько, я не помню, или весь дом, не знаю, но это как бы раньше было очень важно, именно иметь натуральные эти вот оригинальные ДИЦы. И поэтому юристы, они этот закон знают, и они очень хитрые, они до сих пор это всё быстренько так раз и в архив. И этот пишешь там, я хочу документы, а мы уже всё отправили в архив, всё, всё, типа мы не можем, поэтому нужно заранее там, что типа вы хотите документы, чтобы не хранились в архиве, чтобы вы забрали их себе. Ну и всё занимает, если земля, то где-то месяц, если дом, то где-то от двух до трёх месяцев. Но если на аукционе, то вы должны обменяться контрактами в течение месяца, там условия, в течение 30 дней. Иначе будете там платить какую-то неустойку. Ну, вообще вот эти вот сами документы на дом, на землю, они достаточно старинные, и там очень много может быть всяких там заволочек, проволочек. То есть без юриста это там вообще сложно очень разобраться. поэтому юрист обязательно. Юрист стоит, как правило, где-то 700, 1000, в зависимости от стоимости. Есть как бы юристы, у которых фиксированная оплата, например, 750. Но они, как ещё юристы, пишут, что типа без налоговой добавочной стоимости. То есть пишут 600, а на самом деле это может быть ещё плюс 20%. или есть например, ну где-то в среднем я так говорю 700, 1000, там зависит, если дом дороже, там естественно может полторы тысячи, я не знаю. Ну так, грубо говоря, 600, полторы, я не знаю, может там я обычно, насколько я знаю, это где-то до 1000. Некоторые берут там 1% или сколько там от стоимости дома. Чем дом дороже, тем естественно юрист дороже. берёт. Когда вы покупаете дом, вы платите Stamp Duty. И сейчас вот до 31 марта, кажется, Stamp Duty на первые 500 тысяч не нужно платить. И поэтому все люди сейчас ринулись покупать. Но если вы покупаете дешёвый дом, то это в принципе вам роли не играли. Раньше было до 125, до 40 тысяч сначала было, а потом до 125. что вы не платите. Если дом меньше 125, вы не платите Stamp Duty. А если больше, тогда вы платите. Но сейчас до 500 тысяч фунтов можно покупать дом и Stamp Duty не платишь. Естественно, если дом покупаешь в Лондоне, а там самый дешёвый дом в Лондоне 300 тысяч. Ну, возможно, может где-то квартира там где-то что-то ещё дешевле. Там, конечно, можно поискать. У меня знакомый в 170 тысяч купил несколько лет назад в Лондоне такой, не знаю, это квартира или дом, трудно сказать. Но я хотела её там разделить ещё на две квартиры. Тоже, там в Лондоне они покупают дома, потом их делают на квартиры и получается в два раза стоимость увеличивается сразу. Но это опять-таки там документы надо же оформлять у юриста всё это. Ой, короче, не знаю, это специалистом нужно быть плюс строителям. И в Лондоне, как я уже сказала, дом где-то 300-350 самый дешёвый. Даже там на окраине может где-то за 300 может, не знаю, можно сейчас купить. Но опять-таки дома упадут, дома упадут в цене и где-то весной. и естественно будут падать в зависимости всё. Но опять-таки могут и не упасть из-за того, что инфляция может съесть вот эту. Дома могут упасть, но потом инфляция же будет расти, потому что печатают деньги налево-направо сейчас во всем мире и в Америке, и в Европе, и в Англии. Поэтому и фунт, и евро, и доллар, он очень-очень-очень подешевеет стоимостью. Поэтому инфляция очень будет высока. Что ещё по недвижимости можно добавить? Тут сразу всё и не вспомнишь. Там есть, конечно, нюансы какие-то и просто если бы... Ну, если какие-то вопросы вы пишите, я отвечу, потому что так вот сразу всё вспомнить трудно. какие, например, нюансы могут быть ещё? Ну, если там нет воды, например, в доме или отопления, то вот я знаю, что вот если ойл, вот как мы смотрели в деревне Кокфилд ойл, там юрист тоже будет спрашивать, сколько вот это всё стоит. В этом плане очень хорошо, что юристы это всё узнают для вас. Пишут, сколько будет стоить, там это привезти ойл, там это всё. Так, что ещё? Землю как покупают? Ну, землю покупается так же практически, как и дом, потому что дом на земле стоит. Так, нюанс, вспомнила всё, я думаю, что я хотела сказать про квартиры. В Англии квартиру я бы не покупала лично, потому что земля не принадлежит владельцу квартиры. Квартира принадлежит вам, то есть, на несколько лет, там может быть, на 99 лет или на 299 лет, а земля принадлежит владельцу. И то есть, через некоторое время, когда у вас лис истекает, то он может поднять цену неимоверно, и вы тогда торится всё, что делать. Кстати, недавно был скандал тут в Англии, новые дома строились, и они были все под лис, и люди покупали мокгеджи, брали мокгеджи, кредиты на дом, и один дом, они платили там большие деньги за кредит, и всё. А потом, когда оценщик пришёл оценить, оказывается, дом был построен на бывшей мусорнице, и он может провалиться в любой момент. И оценил дом вообще как, я не знаю, может, фунт какой. И был, вот, то есть, когда, ну, это опять-таки юрист не проверил документы, это всё работа юриста. Ну, вот, в Шотландии по-другому. В Шотландии квартира нету, там лиса, как фрихолд в Англии, это когда земля принадлежит с домом. А есть лисхолд, когда только дом принадлежит, земля не принадлежит, или квартира не принадлежит. А в Шотландии даже квартира, то есть, вы, там нет ни лисхолда, ни фрихолда, там просто есть residential и commercial то есть частная бизнес или частная и получается что в шотландии квартиру лучше покупать в англии я лично бы квартиру не покупала бы ну вот если что-то я там упустила что-то вспомню а может еще допишу в комментариях или видео еще одно сделаю но вот так как в общем в общих чертах рассказала я так что покупайте дом в англии весной цены упадут хорошая страна жить можно я бы еще купить ну сами британцы любят еще покупать дома во франции них дача там в испании дачи вот сейчас мода в португалии покупать дома где еще там в основном испания франция португалия да вот такие кстати вот я бы еще купила дом и землю в ирландии северной ирландии северная ирландия это часть соединенных рейсов а в южной ирландии ирландии как страна я бы там купила там тоже есть определенный сайт я вот не помню как он называется дав только не помню как он называется но у них там отдельный веб-сайт и там кстати землю и дом можно купить дом полуразрушенная никто там вас следить не будет в англии все намного сложнее все на но потому что недвижимость дороже поэтому тут много всяких условий ой шотландии в ирландии все проще у вас есть там дом может быть то он там ничего нету просто как бы стоит вот с камня и все стены и крыша и у вас есть земля и вот я бы лично я купила бы землю с домом в ирландии сейчас там во первых можно за 30 за 40 тысяч фунтов купить именно землю там пол гектара там эйкэр или две то есть пол гектара или гектар с домом и это конечно очень хороший вариант потому что как вы знаем будут проблемы скоро с едой в мире даже в развитых странах не знаю глобальное похолодание поэтому лучше поближе быть к земле сейчас лично вот мое такое мнение лично чтобы была земля чтобы можно было где-то самому выращивать еду чтобы не зависит не зависит ни от кого но я не знаю где будет какая часть похолодает больше какая меньше это нужно смотреть там исследование может быть даже если например скажем испания в англии станет холодно через некоторое время в испании тепло то естественно все рванут в испанию но я не знаю но знаю что скоро будет или уже он даже может начался не знаю мини ледяной период вот он был до 1700 там какого-то года или до до 1800 какого-то года там длился тоже некоторое время и осенний туманный день сегодня очень много тумана туманный альбион вот он туманный лес спасибо что вы смотрели это видео ставьте лайки вам понравилось и пожалуйста подписывайтесь и комментируйте мне очень приятно общение потому что сейчас с этим локдауном так скучно не с кем общаться вообще поэтому общение вообще не хватает одиноко очень и грустно поэтому пишите комментарии будем общаться всем пока с вами была дина black prince канал фон собаки черный принц осенний лес какой красивый давайте будем они застал с вами да тазья гелла are you waiting for mommy good girl Продолжение следует... 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 Продолжение следует...